Для чего человек живёт? У человека, в принципе, две миссии. Не деньги – главная цель, а цель, семья и добро, которое ты сеешь вокруг. Поэтому я старался всех, с кем работал, всегда их опылять как раз этими ценностями. Важно поделиться своей жизнью, успехами, неудачами. И, возможно, для вас это тоже будет каким-то опытом. Создания индустриального союза Донбасса компании не было, это была идея. И за 10 лет удалось сделать компанию, которая стала самая большая с 1996 года. Оборот в 2007 году был 10,5 миллиардов. Начинали всё из 240 тысяч уставного капитала. Никогда никого не обманули, никогда никого не кидали. Только благодаря репутации, и это является, я считаю, что для каждого бизнесмена, для каждого человека является главной ценностью, главным капиталом для того, чтобы реализовать свою мечту. Да, и вот у нас, благодарим наш клиент. Я надеюсь, вы меня помните, да? Конечно, помню. Сегодня 3 ноября, если вы помните, ровно 23 года назад были убиты наш отец, Евгений Александрович Щербань, и его супруга Никитина Надежда Николаевна. Как вы помните, то наш отец Щербань Игель Александрович был одним из основных создателей ИСД. И он вас, кстати, пригласил исполнительным директом на работу в ИСД. Предоставил вам семейный дом для проживания, в котором вы благополучно жили. Вопрос. Да. Почему вам подарили долю, которая принадлежала наследникам как по праву? И почему вы, человек, который всем рассказывает о ценности, приняли эту долю, не обсудив вопрос с наследниками? Да, да. Я расскажу. Долю мне никакой отец не дарил. Отец был мертв. Как он мог вам подарить? Нет, я стал акционером, не надо, я стал акционером ИСД гораздо позже, когда отца уже не было. Поэтому не нужно придумывать здесь эти истории. Отец пригласил действительно на заставление. Я не хочу сейчас рассказывать, историю Евгения Щербаня, она точно никому не интересна. Вы расскажите свою историю. Сережа, мы встретимся в прокуратуре. Следующие вопросы будут так. Мы четвером решали все вопросы. Троих нет, он остался один. Пашу Щербань, ковал-ковал в империю сделал, рассыпалась как дом на песке. Люди, которые стреляют, стреляют друг в друга. Ну, это же банка с крысами. Ну, остается одна собака на крыс. Я Евгений Щербань. Меня назвали так в честь отца. Отцу на момент убийства было 50 лет. Сейчас мне 50 лет. Мой отец был на момент убийства депутатом Верховной Рады. Также его называли самым богатым человеком в Украине. Наша история о том, как одни люди создавали бизнес, а в итоге завладели этим бизнесом другие. И произошло это только лишь благодаря убийству. Субтитры сделал DimaTorzok Что значит быть сыном олигарха, да, Лев? Если так одной фразой, это чувствовать максимальную защищенность. Но это осознается спустя на контрасте, когда это было и когда этого не стало. Это осознавать, что можно проснуться во Флориде в доме, сесть на скутер и по каналу выехать в океан. Я считал себя человеком с относительно хорошим вкусом. Для меня не безразлично было, во что я был одет. Девушки, какие-то тусовки, спорт, боксом я занимался. Рядом Женя, рядом Женя. Отец говорил, что наше время впереди. Он нас отправлял и в Эстонию, и в Америку, для того, чтобы мы учились тому, как правильно жить. Он позаботился о том, чтобы мы поступили в Киево-Могилянскую академию. Учился я не очень хорошо. Честно говоря, у меня и мотивации не было такой для обучения, так как, по сути, все было. То есть, тем, которые меня сильно беспокоили, я не помню таких. 18 января 1996 года отец организовал юбилей в честь 50-летия своего, куда были проглашены огромное количество людей. Немало людей было состоявшихся. Дмитриенко Алексей Иванович, коллега, друг, отца из фракции «Социально-рыночный выбор». Это Булянда Александр Алексеевич, директор медкомбината «Азовсталь». Это Каратун Владимир Алексеевич. Если исходить от обратного, он Иуда. По совместительству главный менеджер корпорации «Атон». То есть, он знал всю ситуацию по бизнесу, по деньгам, где они находятся, куда их выводили. Но он всего не сказал. Это мой младший брат Руслан. Слева моя бывшая девушка, а справа моя супруга Ирина. Все хорошо. Это комната, где отец принимал поздравления, как бы, и фотографировались со всеми, кто заходил поздравлять. Вот такой был порядок. А ну еще раз, уже, по-моему, там можно. Хорошо. Хорошо. Это Юлиана Брабзон. Это ДНЗ, Донецкий металлургический завод. Группа депутатов, в том числе, тут Азаров, Чечетов, Кужель. Вот он, Сережа Алексеевич Тарута. Слушайте фотографии. Спасибо. Спасибо. Я не согласен с моей жизнью. Я не согласен, как я прожил. У меня чувство протеста. Очень сложно я чувствую мне в душе протекает. Я не согласен. Я прожил, вам скажу, практически дар. Просто дар. Мне 50 лет прожил. Показатель, наверное, какой-то совсем другой. Показатель есть какой-то в душе. У каждого человека есть какой-то внутренний показатель достижения. И вот когда человек, вот, если он скажет, да, чего-то достиг сам в себе. Да, это действительно нравственная победа какая, духовная победа. То я сегодня такой победы не ощущаю. И я беру такое обязательство перед вами, что во вторые 50 лет я сделаю то, что я не сделал в первых 50 лет. За вас, за ваших детей, за ваши семьи. Спасибо вам. Я помню очень хорошо этот момент, когда мой друг приехал в непонятном состоянии, в таком. И как бы меня это очень сильно разозлило, когда я узнал, что он там употреблял наркотики. И я как бы там очень, ну, злился на него, говорил, как это все неправильно, все такое. Прошло какое-то время, и, скажем так, я, как потом я уже понял, просто попал больше под его влияние. К сожалению, когда произошла эта трагедия, я находился в Одессе, в реабилитационном центре в связи с зависимостью. Не очень приятный факт, но это факт. Мне позвонил Руслан. В Донецк мы прилетели после 12 часов дня. Самолет приземлился в аэропорту и начал подруливать к стоянке. Отец посмотрел в иллюминатор, он увидел какую-то незнакомую автомашину и сказал, видимо, за нами. За мной шел отец и Надежда. Раздались выстрелы. Стреляли очередями и одиночными. Я спрятался. В это время отец и Никитина уже лежали на земле. Вспоминаю, что Никитина стонала. Я ее перевернул и увидел три ранения. Сердце, легкие и живот. Дальше я все смутно понял. После убийства нашего отца и Надежды Николаевны мы не ощущали себя супер богатыми. Да, мы были не бедные. Там было какое-то имущество. Но что касается крупного бизнеса или каких-то поступлений, этого и близко не было. Со временем возникали какие-то мнения, что отец выводил все деньги. Кто-то говорил, что мы профукали империю. Кто-то говорил, что она развалилась в силу того, что не стало отца как бы и некому было это все контролировать. И только лишь в 2013 году, когда начался процесс, в котором обвиняли Юлию Владимиру Тимошенко в заказе убийства нашего отца. Но это отдельная история. На этом процессе в качестве свидетеля был допрошен Сергей Тарута. На момент допроса он являлся одним из совладельцев корпораций Индустриальный Союз Донбасса. Эта компания оценивалась в миллиарды долларов и заявил следующее, что наш отец был основателем корпорации Индустриальный Союз Донбасса и опосредованно ее акционером. Вот это было для нас большой новостью. Что произошло в доле Евгения Щебана? В доле Евгения Щебана ее переуступили. Было принято о безвозмездной передаче доли в районе 80%. Предприятие, которое был акционер со стороны вещества. А кто был акционер со стороны вещества? Дительниц. Котельников подписал. Котельников подписал. Странно в этой ситуации то, почему Сергей Тарута никогда ранее не говорил о том, что наш отец являлся основателем и опосредованно акционером компании Индустриальный Союз Донбасс. И главный вопрос, почему Сергей Тарута владеет долей, которая принадлежала нам, наследникам, как по праву. Я решил разобраться в этом вопросе достаточно серьезно. И по сути с этого момента началось мое расследование. После смерти отца у нас дома осталось большое количество документов. Это деловая документация, платежки, переписка и многое другое. Для меня поначалу эти документы были как куча несвязанных между собой базлов. И поэтому мне приходилось искать разных свидетелей, которые могли бы вести меня в курс дел и помогли понять ситуацию. Алло. Да, мы его встречаем в аэропорте, едем сейчас, будем. Я еду встретить партнера отца, один из первых партнеров, который после убийства один из немногих, кто пытался помочь нам разобраться в ситуации. И к сожалению, из этого мало хорошего получилось, так как в 97-м году нас расстреляли вместе с этим партнером погиб парень охранник. Как я уже потом думал и анализировал, я думаю, что это был удар по нашему союзу, нашему, имеется в виду, нашей семьи, Юрия Дедов. Так как этот человек был более опытен, чем мы, скажем так, владел многими вопросами, понимал специфику региона и многих других, скажем так, составляющих важных времени. Это был у нас год 90-й, наверное. Он меня пригласил в ресторан ретро. На то время это был самый шикарный ресторан вообще не только на Украине, потому что у него приезжали со всего мира, как говорят, из Киева, из Москвы приезжали, с Одессы люди, видики, камин, ансамбль, обслуживание, питание, видно, на самом высоком уровне. Как тебе ресторан? Я говорю, слушай, классно, первый раз такой. Это мой ресторан. Я говорю, как это? Ну, вот так, я взял его сейчас в аренду в Орсе. Вот это все, это на мои люди все организовал и так далее, и так далее, и так далее. Он шокировал меня, честно говоря, своими умозаключениями, своей речью. Вот, очень простой язык, но такой жесткий, четкий, понятный, и спорить с ним было трудно. И вот с этого момента мы как бы ударили по рукам и объединились с ним в работе. Постепенно, постепенно мы от ресторанного бизнеса потом начали работать с Молдавией, поставки там консервации, потом вин, разлив вин, потом водочная программа пошла. То есть у нас где-то было порядка 128 ликроводочных заводов, которые работали с нами в нашей схеме. 29 спиртзаводов было, 4 месторождения кальцинированной соды, 2 завода, которые производили пробки, фольгу там и так далее, и так далее. Понимаешь, мы подходили, если заходили в бизнес, мы просчитывали все, абсолютно. Почему? Потому что на каждом этапе есть прибыль. На каждом этапе. На производстве есть прибыль, на реализации есть прибыль. И хорошо, мы закончили эту программу, перешла, пошла металлургия, пошел уголь. То, что сделали мы за короткий срок, там, за 7 месяцев мы влились в программу металлургии, мы полностью взяли под контроль добычу руды, начиная отсюда и до выпуска металла. Полностью всю цепочку взяли. Ну, я его так, я его называл учителем, он так и есть учителем, был учителем. Я ему так и говорил, ты как учитель у меня. Ну, недаром же мы называли, все его называли, кто близкий, папа называли. Мы ему, я все было, наверное, умеет, чем проиграть. И заходи, я вам отвечаю, вам 180 тысяч долларов дали. Вам дали эти деньги сходу, за секунду подписали и перечислили. Что они долго если не проконтролировали? Это же уже ваши интересы. Но деньги-то ведь дали, что они плохо использованы, чья-то вина. Пусть это будет моя, но беда чья? Ваша. Если бы прошла операция успешно за 15-20 дней, как рассказывали, на следующий день вам дали уже миллион. Через 3 месяца они уже 4 миллиона. Вот как деньги даются и делаются. И поверьте, что я лучше вас знаю, как оборачивать деньги. В 95-м году Юрий Дедов уехал из Украины. То есть последние полтора года до гибели отца его не было в стране. Поэтому он не мог мне помочь прояснить вопрос, как именно создавалась ССД и как работала эта корпорация. Следующая моя встреча была с человеком, который начинал работать с отцом еще на шахте. Потом долгое время работал с ним в бизнесе. Аж до убийства. Ну а когда произошли известные трагические события 3-го ноября, для меня было неожиданно. Меня вызывают транспортную прокуратуру. Со следователем в общении я спросил, почему я все. Он говорит, да вас таких 154 предприятия, где Щербань является одним из учредителей. Ну у него была тяга к холдингам, чтобы охватывать много направлений всех. Это правильно, потому что, как говорят, одна рука не хлопает в ладоши, один цветок не делает весны. Принцип очень простой. Допустим, такой я вам маленький пример пример. Закупается, допустим, финансово-промышленная группа, закупает 1 миллион тонн нефти, который поступает на Несичанский перерабатывающий комбинат и на Херсонский перерабатывающий комбинат, перерабатывается на мазут, где мазута выход порядка 60%. Мазут направляется на метростанции, производится электронерия, электронерия направляется на Владимирский огнеупорный завод, бензин, солярка направляется в сельское хозяйство, отдаются под посев кукурузы, пшеницы, семечки. Затем в Владимирский забираются огнеупоры, забираются калиновая глина, на ту, количество электроэнергии, на ту, количество газа, которое выделено, отправляется на Азовский Азовсталь, Азовсталь отправляется в КОКС, электронерия дополнительная, в Северного ГОКС, производится металл, металл экспортируется, получается валюта, оплачивается тот миллион тонн нефти, и так вот закальцовано начинает функционировать какая-то ряд, цепочка промышленных предприятий. Это маленький, такой примитивный пример, чтобы оно было наглядно. Мы говорим, росло Щербаня, уже можно сказать, ну, по тем временам, его империя росла, но он же тоже вырос от рядового предпринимателя, когда он в саду, в вагончике спал, в этом грязный, немытый, заросший, и вырос до императора, хозяина своей империи. Он прошел огромный путь тоже, не по времени, а спрессованно все. Я же тебе говорю, там неделя стоила года. У меня исключение из пятого класса, но я не согласился с этим. Я пошел в седьмой класс в вечернюю школу, из седьмого класса в вечернюю школу, пошел в девятый, из девятого пошел в одиннадцать, с одиннадцать прошел в целый институт, я кончил институт. В шахте, трижды я погибал в шахте, под выброс попадал, в пожар попадал, под комбайн попадал. Видел, как люди гибнут. Все это наложило какой-то отпечаток. Я выжил только лишь потому, что я был не согласен с тем, что я бедный. Я не согласен был с тем, что я растоптан. Я легко делаю свой бизнес, потому что сегодняшнее общество, оно напоминает от вас. Сегодняшнее общество после коммунистической идеологии, это численность бумаги. А не настолько парализовано мышление, чувство достоинства, свободы, чувство обогащения. Так сегодня любой предприимчивый человек, маломальский, расплавающийся знаниями, легко может разбогатить законным путем. Но по большому счету этот путь все-таки незаконен, потому что такое слабое общество, конечно, легко таким, как я. С 1994 года отец был депутатом Верховной Рады, но продолжал контролировать бизнес. Чтобы соблюсти формальные требования законодательства, ему приходилось делегировать управление другим людям. А также оформлять бизнес на членов семьи. Он мог вызвать двух директоров, Гефеста, допустим, и финансиста, и сказать, учредите ЕСД. И, как говорят, не царское это дело, бегать по нотариусам и расписываться. Он давал указания, что делать. И клерки все делали, такие, как Тарута. То есть он понимал, что уже учредителями выступают. Соответственно, там и уставной фонд, и все остальное. Не физические лица, а юридические лица. А в конце концов, мы знаем, что я получаю половину, и ты получаешь половину. Потому что мы так договорились. У вас, как у бизнесмена, очевидно, есть какие-то планы, да? Вы собираетесь развиваться, расти, да? Да. Ну, чтобы эти планы реализовать, нужно как минимум быть живым. Вы не боитесь, не печетесь о своей жизни, о своей безопасности. Мы понимаем, что мы оказались заложниками этого времени. И мы должны с достоинством выйти. Ну что ж, если меня ждет какая-то трагическая судьба моя, я все равно я готов воспринять то, что мне предначертано судьбой. И я достойно встречу любую, любую неожиданную жизнь. Мы будем до конца отставить свою идеологию, свои идеи. Потому что это наша идеология, с этой идеологией сросся. Я почувствовал себя человеком, самостоятельным, настоящим человеком почувствовал. Не такой, каким я был при коммунистах. Из-за этой идеологии я готов отдать свою жизнь. И я хочу сказать, что мои дети жили уже в хороших, в мирных условиях. как дети мои, чтобы они могли развиваться и не бояться за свою жизнь. По сути, сейчас вся моя жизнь это расследование. Большую часть времени я собираю информацию из разных источников, анализирую ее, то есть восстанавливаю полную картину того времени. Таруто, как мантру, повторяет о том, что корпорация СД ничего себе не представляла. Но все партнеры отца говорят, что отец не брался за нерентабельный проект. Поэтому я хочу разобраться, была ли прибыльной корпорация СД и сколько в ней находилось денег. Кстати, после такой интеллектуальной нагрузки полезно так размяться. Перезагружаю, то, что называется. Пишу очередное заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой ознакомиться с материалами дела по убийству нашего отца. Со слов следователей и более 20 тысяч томов. Ну, то есть есть с чем работать. сегодня 6-е, 11-е, 19-го года. Сразу после убийства прокуратура провела выемку документов практически во всех компаниях отца. Более того, многие регистрационные документы остались в Донецке на неподконтрольной Украине территории. Судя по всему, государство не позаботилось о том, чтобы перевести и сохранить архивы. Поэтому документы из материалов дела по сути единственный источник информации о бизнесе отца, кроме семейного архива и показаний свидетелей. Мы встретились с очень важным свидетелем, который непосредственно участвовал в деятельности корпорации Индустриальный союз Донбасса, специальность которого была аудитор, бухгалтер. Свидетель это Дорофеева Тамара Александровна. Благодаря этому свидетелю мы разобрались очень во многих вопросах, связанных с тем, что из себя представляла корпорация Индустриальный союз Донбасса. Разобраться, как организована работа ИСД очень сложно. Мне для этого понадобилось большое количество времени. Я попытаюсь объяснить максимально упрощенно. Корпорация Индустриальный союз Донбасса организовала и контролировала множество производственных программ. В них были задействованы промышленные предприятия Донецкой области практически из всех отраслей. Одной из основных была программа «Штрипс-трубогаз». Она играла ключевую роль для становления корпорации. ИСД получала газ от Днепропетровской корпорации Единые энергетические системы Украины, которая брала его у российского «Газпрома». ИСД рассчитывалась за газ трубами большого диаметра, которые ЕСЦУ потом поставляла «Газпрома». Программа производства трубы выглядела следующим образом. Подконтрольная отцу совместно украинско-американское предприятие «Финансист» поставляла сырье на металлургический комбинат «Азовсталь» и оплачивала производство «Штрипса», то есть заготовки для производства трубы. Этот «Штрипс» финансист отправлял ИСД, а та поставляла его на Харциский трубный завод. Он производил трубу, необходимую для расчета с ЕСЦУ. Кроме того, трубы, произведенные на ХТЗ, продавали. Только на трубе ИСД заработала в 1996 году 60 миллионов долларов. Кроме «Штрипса» финансист поставлял ИСД другие виды металлозаготовок, в частности слябы, из которых производили прокатный лист. Его ИСД поставляла за границу. На тонне листа ИСД зарабатывала до 160 долларов прибыли. За поставленный «Штрипс», слябы и другие виды металлопродукции ИСД с финансистом не рассчиталось. На момент убийства отца ИСД было должно 140 миллионов долларов. По сути, это один из вкладов отца в то, чтобы ИСД состоялось. Полученный от ЕСЦУ «ГАЗ» ИСД продавало предприятиям Донецкой области. В то время основная масса предприятий были государственными и у большинства из них не было денег. В случае просрочки оплаты за газ предприятию насчитывалось пеня 273% годовых. Долги оформлялись в виде векселей. Часть векселей этих предприятий ИСД продавала бизнесменам, заинтересованным в их продукции. Еще часть использовалась для обеспечения работы программ по производству металла и труб. Остальные ИСД с дисконтом продавала связанным компаниям. Это позволяло корпорации искусственно занижать прибыль и как следствие оплатить меньше налогов. В будущем деньги от продажи металла и накопленные долги позволили ИСД приватизировать большинство крупных предприятий Донбасса, в том числе Харцизский трубный завод, Азовсталь и другие. И вот буквально перед смертью, это в конце октября, информацию я давала Евгению Александровичу и по оборотным средствам индустриального союза Донбасса на тот момент. Оборотные средства составляли более двух миллиардов гривен. А курс какой был в то время? Ну приблизительная усредненная цифра это где-то 1,76 1,8 ну чтобы понимали по году. То есть это грубо говоря миллиард долларов был оборот компании? Ну да. В архиве отца я нашел документы которые подтверждают слова Тамары и доказывают что деньги выезды были и деньги немалые. Это отчет за подписью Таруты о том что только по одной программе продажи металла в сентябре 1996 года компания заработала 4 миллиона долларов. Таруте от этих денег полагалось 2 процента. Остальные деньги делились между отцом и его партнерами. Эта информация подтверждается банковскими документами. Они также есть у меня в наличии. Потому что капитал для начала надо делать хотя бы стартовый капитал. А что нужно делать для того чтобы стартовый капитал? Вначале нужно хотя бы иметь стартовый пистолет. Когда мы разобрали что корпорация индустриальный союз на момент убийства было миллиард долларов а через полгода уже более почти полтора миллиарда долларов мы поняли почему Сережа Тарута лжет. То есть если компания из себя представляла то получается тогда возникает простой вопрос а как он стал акционером? Ну и одним из ключевых шагов было разобраться а кто собственно говоря был Сережа Тарута на момент убийства. при имени Щербаню жопой возле дергал со стула подпрыгивал моль миллиардер политик губернатор Сергей Тарута Я надеюсь вы меня помните Долю мне никакой отец не дарил Сережа мы встретимся в прокуратуре следующие вопросы будут там Хорошо Есть проблема отцов и детей поэтому понимаю в данном случае что попытка где же это богатство богатства не было ИСД такой как ИСД стало начиная с 2002 года до этого ИСД была только мечта Слушайте вот о создании ИСД корпорации вам что-то известно? Ну я ее формулял я ее регистрировал Регистрировали? Да У него идея была такая объединить в одной организации энергетику машиностроение промышленность завязать в один узор Все отрасли Донецкой Все отрасли Донецкой А поскольку я был советником премьера плюс депутатом плюс знал этих кабинов со всех я это все сделал То есть по сути вы были свидетелем того что с самого создания ИСД то есть отец принимал в этом непосредственно участие в создании Таруто точно не принимал Таруто подобных начинал Вот как он многих людей назначал на банк капитал на ИСД точно так он назначил Таруто Менеджер Менеджер Таруто работал на медкомбинате Азовсталь Отец его заметил и пригласил на работу компанию Азовимпекс Назначил Таруто ее директором Позже параллельно с этой работой отец назначил Таруто исполнительным директором корпорацию ИСД Его задача была продавать металл за рубеж Ясное дело что в течение года человек мог получить опыт уже непосредственно встречался с руководителями и так далее и так далее Наработка уже прошла за этот период времени Ему собственно создали тепличные условия Ну в то время мы в общем мы таких называли шнурок ну на работе на шахте шнурок ну как шнурок на ботинках чтобы ботинки не спадали вот нужен вот он должен следить Это бумажный человек он там следит за прохождением документов Он когда в СД оказался его должность была исполнительный директор потому что он исполнительный я же сказал шнурок в организации и порядке он не созидающую роль играет он не лидер а он функционер и контролер контролер как контролер в трамвае ваш билет На судебном заседании после допроса Сергей Таруто подошел к нам и сказал следующее Ребята я вижу вы недовольны нам нужно с вами встретиться встречались мы с ним в офисе СД в Донецке в составе Руслан я и Сережа Таруто но один важный вопрос который мы задали ему Сергей Алексеевич вот когда после убийства многие менеджеры компаний подходили говорили там есть проблемы или там какие-то ну скажем так обсуждали хозяйственные вопросы вот вас среди этих людей не было почему что он задумавшись сказал ну вы были акционерами вы должны были меня вызвать я возглавлял расследование по делу об убийстве вашего отца начиная с первых дней практически в 1998 году в мае месяце я был назначен заместителем генерального прокурора я одновременно оставался начальником управления по особо важным делам и продолжал курировать расследование этого дела вплоть до 2002 года представьте себе человек там живет который руководит компания в данном случае Сергей Тарута управляет компания с миллиардным оборотом доллара живут наследники на этом же поселке убитого старшего партнера Таруты вот буквально вчера там убили Сергей Тарута с этого дня до 2013 года не ведет никаких разговоров по поводу этой компании то есть как это это нормально то есть это о чем-то говорит мне лично это говорит о чем о том что у Сергея Тарута была поставлена задача им или кем-то то есть ему было выгодно с самого начала то есть по-другому я у меня нет других ответов на этот вопрос ну а представьте себе для того чтобы лучше понять я всегда упрощаю ситуацию есть два коллеги да значит есть один всех на двух коллег значит есть два ключа вот один из коллег значит положил серьезную сумму денег о местонахождении который естественно кроме него никто не знает его партнера по ключам да и с этим человеком что-то случилось значит приходит утром на работу второй человек нечистоплотный открывает все знает что Васи уже нету значит берет спокойно вложит хозяйственную сумку в эту крупную сумму денег и вводит и кто-то что-то про что-то это знает а деньги-то ушли ну вот я утрирую примерно вторая встреча с Сережей Тарутой состоялась в офисе ИСД в Киеве я кладу на стол вот этот отчет подготовленный им же мая 96-го года говорю как вы объясните этот документ кладу на стол перед ним он смотрит выдерживает паузу затем так отодвигает этот лист говорит это ничего не получилось в документе речь идет о программе производства металла вот и отдельной графой программа газ труба штрипс и плановый доход чистый имеет в виду прибыль на сентябрь месяц по одной лишь программе должна была составлять 25 миллионов долларов вот этот момент был для меня ключевым в том смысле что я понял что Сережа Таруто занял активную позицию по скрытию информации то есть правдивой информации отсюда и понятна его риторика на предмет компания ничего себе не представляла и в таком духе также Таруто сказал как-то так сделал жест левый пальцем что Ренат был главный это не крыша было это было партнерство он далеко пойдет партнеры денег крупными даете хоть нет Ренат я тебя рад видеть ты с Москвы наверное только это был 91 или конец 90-го года значит произошли некоторые такие неприятные события то есть некие неопознанные лица проезжая на машине расстреляли ресторан Рэта с автоматом вот но мы знали что Али Грек и Ренат это некого рода своя такая самостоятельная силовая структура которая имеет возможность брать под защиту и у нас с отцом возникла такая мысль я говорю слушай а что мы где-то что-то чего-то там будем с кем-то там воевать что-то кому-то доказывать если у нас есть нормальные ребята которые умеют защищать и чтобы было интересно ребятам не просто там ну просто защищать а чтобы они зарабатывали деньги не занимались именно этим направлением поставка на Россию этих ликероводочных изделий это не было своего рода как говорят было тогда модно говорить крыша это не крыша было это было партнерство партнерство где четко было распределено это силовая структура которая занимается защитой наших интересов вот мы бизнесмены которые развиваем этот бизнес и даем возможность процветать этому бизнесу на момент когда мы с ним познакомились мы были все одинаковые мы стремились мы учились мы что-то познавали что-то новое вот и у него было огромное желание у нас было огромное желание почему мы начали сотрудничать вместе потому что мы ну одинаково рассматривали ситуацию одинаково двигались помогали друг другу естественно со временем он рос естественно когда произошла трагедия убили Брагина вот на стадионе когда взорвали Алипа естественно он остался ответственен за всю систему которая была под ним в тот момент естественно это его подстегнуло к более решительным действиям и способность его ну стала развиваться намного быстрее потому что у него выхода не было ему нужно было двигаться вот он остался один из команды где был папа я был где был Алик Брагин где был он мы четвером решали все вопросы вот и троих нет он остался один ну так наверное он должен был на себя взять ответственность за все и правильно поступить пригласить детей рассказать им вот это так вот это так вот это так ребят что будем делать как будем поступать но он этого не сделал много лет я пытался получить доступ к материалам дела об убийстве отца и наконец-то прокуратура предоставила мне доступ это было в ноябре девятнадцатого года призвища и пикпость нормально поработать с документами не удалось уже на второй день мне сообщили что в связи с реформной прокуратурой материалы будут переданы Национальное антикоррупционное бюро полгода я боролся чтобы вновь получить доступ и пришлось даже обратиться в антикоррупционный суд и в конце концов я добился своего за последнее время мне довелось изучать в материалах дела многие протоколы допросов в одном из таких протоколов допроса Ахметова Рината Леонидовича который проводил в декабре девяносто шестого года он утверждает что не был бизнес-партнером нашего отца какие общие экономические интересы были у вас с ощербанием Евгений Александрович каких-либо совместных экономических интересов у меня с ощербанием Евгений Александрович никогда не было я не являлся соучредителем ни одной из созданных им или при его участии предприятий обществ фирм и тому подобное вопрос по Ахметову он говорит что не был партнером в бизнесе с отцом я знаю что это не является правдой вопрос все-таки Ахметов был в разработке проверялись проверялись друзья товарищи бизнесмены конкуренты родственники и так далее глубина проверки она в разных случаях была разной значит результаты тоже ж видны вот поэтому ну скажем так на мой взгляд вы не там ищите вот то что заложено в ваш вопрос Ахметов уверяет что не был партнером с нашим отцом на самом деле через три месяца после убийства Ренат предъявил нам долг как я его называю мы едем на встречу с Ренатом встреча проходила в резиденции люкс на встрече находился Ренат слева от меня сидел во главе стола я рядом и справа от меня Руслан передо мной лежал лист А4 формат на котором была какая-то информация всех деталей не помню что Ренат там говорил но было достаточно жато коротко и суть заключалась в том что признаем ли долг этот или нет я смотрел не понимал в общем-то суть этого документа но там были написаны какая-то информация из этого следовало что Рената деньги были их якобы не стало подтверждал это менеджер который вел эту программу по производству металла вот но я сейчас понимаю что я совершенно не был готов к этой всей истории как бы этот я говорю ну по бумагам получается вот я точно помню что когда это произнес Ренат покраснел встал из-за стола вот так вот прошел стол был длинный вот я на него смотрю Руслан ну поняли что нужно вставать выходим тоже и он у нас дверь дверь для выхода и у него и он открывает эту дверь поворачивается говорит ребятки график погашения не попрощавшись за руку и уходит это документ Руслана сохранился и долгом это назвать ну невозможно это фикция потому что мы видим что отец и Ренат вложили программу под контролем менеджера Каратуна программа производства металлопродукции и Каратун как никто должен был знать где находятся эти деньги и Ахмета в том числе так как Каратун отчитывался перед Ахметовым Каратун уверяет что деньги отец говорил уводить но не говорит куда уводить то есть элементарный аудит мог бы показать где были выведены деньги или где они находятся то есть этого не было сделано вывод для меня напрашивается простой то есть так было выгодно он в курсе был и не единожды Евгений Александрович посылал меня к нему там для помощи решения чисто вот по учредительным документам по организации и и я считаю прежде чем принимать какие-то решения он мог обратиться ко мне не как к физическому лицу а как к фирме аудиторской циндор которая продолжала жить и существовать что вообще сделать проверку всех активов Евгения Александровича на предмет участие Рената Леонидовича и где деньги и сколько нужно и откуда взять ну и как дополнение я могу сказать что в дальнейшем уже в 97 восьмом году я видела с отчетами Сергея Алексеевича у Рената Леонидовича то есть Таруто отчитывался перед Ренатом Леонидовичем за это да Ренат это один из немногих если на моей памяти единственный о ком Щербань дал очень высокую оценку это не не черта Щербань никогда никого не хвалил ну чтоб кем-то восхищаться вот так он похвалил Рената очень мне было почему я запомнил это было очень удивительно и он сказал он далеко пойдет всех удивляло почему это как это у Ахметова не оказался индустриальный союз Донбасса конечно он может для этого и придумал эту легенду чтобы рассказать что-то потому что он убыточный интереса не представляла поэтому я так вижу что он так бы и сказал сейчас вот поэтому он не взял ну на этот вопрос конечно Ренат Леонидович ну если сочтет нужным сам может честно ответить почему что и как получилось но он то точно знает как индустриальный союз оказался во-первых что там Таруто главным оказался как это все получилось он знает конечно ну еще ряд людей знают те которые бумаги подписывали после этой встречи с Ренатом я не обсуждал никаких вопросов о передаче активов не подписывал никаких документов о передаче этим вопросом занимался Руслан он предлагал Ренату там банк в качестве закрытия долга там еще какие-то компании но Ренат сказал что мне это не интересно мне интересно вот компания мобильной связи DCC на тот момент она называлась впоследствии это Life стала компанией вот и компания Gefest это автомобиль 90-го года Chevrolet Caprice выполнен по спецзаказу для полицейских компания Body Fisher машина бронированная этот автомобиль находился 3 ноября 1996 году в аэропорту в день трагедии к сожалению отец и Надежда Николаевна не успели попасть в эту машину вот отец был расстрелян прямо возле автомобиля возле багажника официально в заказе убийства отца обвинили бывшего премьер-министра Павла Лазаренко мотив борьба за рынок газа Донецкой области следствие утверждало что Лазаренко лоббировал интересы корпорации единой энергетической системы которой руководила Юлия Тимошенко Лазаренко все обвинения отрицал в 2013 году в соучастии в этом преступлении обвинили также Тимошенко но после революции обвинения с нее были сняты в итоге заказчики официально до сих пор судом не названы вам приходилось допрашивать Ахметова да? было вы установили факт что они там были партнерами или не были партнерами с не он очень положительно отзывался вощербан Это, в принципе, насколько я знаю, у них никогда не было там. Не, ну приятно, что он положительно отзывался. Но это как бы тот же вопрос. Нет, он никогда у них, я не знаю, прямых вроде как не было у них, я не знаю, вообще контакт. Вы установили для себя, был он партнером отца или не был отца? Нет, особо, так сказать, я знаю у нас. Ахметов, ну кто Ахметов? Ахметов сам по себе, как говорится. То есть вы не установили факт, что он был партнером отца, бизнес-партнером? Ну я знаю, что Щербань был лидером, я думаю, что Ахметову нужно было, исходя из всех тенденций, которые имели место в Донецкой области, они всегда друг друга бы поняли, не знаю, помогли бы там или что, и деньги перевели бы. Я знаю, в общем, ну и я думаю, что Ахметов бы всегда пошел на встречу, но они в всяком случае никогда не ругались. Наоборот, я знаю, что уважительно относились друг к другу, вот это я точно могу сказать, чтобы понимать. Мы можем чего-то просто не знать? Может, может быть такое. Ну я говорю, по тем данным, что у меня были, что у нас были, да нет, в группе, я так сказать. Ну, я знаю, что есть. Там много вопросов, конечно, возникают, оно и понятно. Ну и понятно, понимаете. Все охватить, все хозяйство деятельность Донецкой региона, что ли могли охватить. Такой задачи не ставили даже. На момент гибели СД имело оборот миллиард долларов. Если перевести эти деньги на сегодняшний день, сумма будет равна около 5 миллиардов долларов. Очень странно то, что следствие делало выемки документов более чем сотни компаний, созданных отцом. Но в самой крупной корпорации со стратегическим влиянием на Донецкий регион такой выемки не проводилось. Накануне гибели, может за два, за три дня, отец позвонил, и такой непростой разговор состоялся. В контексте каких-то событий он задал вопрос такой очень странный. Ты что, нас предал? Я, ну, очень удивлен был этим, он говорит, все что угодно, но только не предательство. Он говорит, да, ну хорошо. Я, кстати, ну, периодически вспоминал, думаю, не понимал, в контексте чего он спросил. Ты что, предал нас? Ну, очень странно это как-то было. Выглядело это так, как будто отец подозревал, что что-то должно случиться, и искал предателя следи близкого окружения. Я понял, почему Таруто сказал, ваша апелляция должна быть компанией «Гефест». Расследование показало, что «Гефест» являлся учредителем «Азовимпексе», «Азовинтексе», «Азовтрейде», также корпорацией «Индустриальный союз Донбасс». И отдав компанию «Гефест», мы передали доли компании во всех этих компаниях. Долг, который был предъявлен, даже если брать этот долг, да, принять его за это, он явно гораздо меньше того, что было передано нами. Осознав эти факты, мы не стали разбираться, как Сережа Таруто стал акционером, одним из основных акционеров «Индустриального союза Донбасса». Пошли разбираться в этом вопросе с Ренатом. Эта встреча проходила 2013-2014 год, по-моему, до всех этих событий неприятных. Я помню, что Ренат начал психовать. Говорит, если идите в суд, там швырнул документы. Мы начали собирать документы, и тут Ренат прозвучал такую фразу, что если вы считаете, что неправильно, давайте, кто у вас есть из авторитетов, кому вы доверяете, озвучите, скажем, эту ситуацию. Если там будет принято решение как-то, то я как бы выполню эти обязательства. На этой встрече мы решили, определили, что третейским судьей в данном случае выступит Иосиф Давыдович Кобзон, так как мы знакомы с ним, Ренат Леонидович знаком с ним. Как это ни странно позвучит, по скромным оценкам, наша претензия была ни много ни мало – миллиард долларов. Когда Иосиф Давыдович увидел этот документ и цифру, он сказал, да, это серьезный разговор. Через некоторое время как-то так вот в общении он сказал, что нужно заниматься, но я ругаться с Ахметовым не буду. И как-то все это так зашло в какую-то такую фазу, что, в общем-то, вся эта ситуация меня разозлила, и мне показалось, что нас водят за нос. И на завершающей стадии Руслан повел себя крайне странно. Можно сказать, отошел от этого проекта. На данном этапе мы с Русланом не взаимодействуем. Его позиция для меня выглядит крайне странно, когда он говорит о том, что у него нейтральная позиция в этом вопросе. Я считаю, что принять или смириться с этим – это, по сути, предать отца, предать себя. То есть я не понимаю, как можно согласиться с этим или принять. Ты иголка, я нитка, и я уйду к тебе. Мою бабу. Ай, по-серьезному. Надежда Николаевна была верным спутником отцу на его жизненном пути становления как крупного бизнесмена и политика. Степень доверия отца к Надежде Николаевне была высочайшая. Она была посвящена во многие тонкости дел. Женя, Надежда, я, ну, где-то человек шесть-семь. Ну, сидели спокойно, обедали. И Женя поднимается, говорит, я хочу готов. Потому что, когда меня убьют, я этого вам не скажу. Я хочу о каждом из вас сказать свои слова. И он тогда сказал, что я как бы вот Надежду учу, везде вожу с собой. Научил ее стрелять, научил там от погони уходить на машине и все остальное. Я вот уйду. Надежда Николаевна сказала, нет, ты иголка, я нитка, я уйду вслед за тобой. Мне это вообще поразило. Я это вспоминал, особенно когда это произошел, когда их обоих убили. Сын Надежды Николаевны, мой сводный брат Евгений, учился в Англии и очень хорошо знает английский. А я же разговариваю себе. И компания американская, 100% принадлежащая Никитиной Надежде Николаевне, была учредителем компании «Гефест». И что из этого простого факта следует? Что юридически не могло законным образом состояться отчуждение доли «Гефест», так как необходимо было вступить в наследство по американской линии, то есть это младший брат должен был стать наследником по Америке, чего не происходило. Ну и дальше со всеми вытекающими, скажем так, последствиями. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло. А Николай Кузьмич… ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я отправился к Демиденко, Николаю Кузьмичу. Он был юристом отца, экс-заместителя генерального прокурора Молдавской республики. То есть человек с очень серьезной компетенцией. Главный вопрос к нему – как была возможна передача компании без вступления на следствие Надежды Николаевны? Ну, это совершенно новые обстоятельства, которые тогда и не были известны. И не было известно, и не говорилось о ее причастности к учреждению корпорации. Вот. И это совершенно новые обстоятельства. Да. Ну, а как могли обойти Тарута там, Ренат? Они же не могли не знать этого. Ну, юристы их некоторые занимались. Как они могли вообще такое произвести? То есть это могло быть… Но закон на это явно не могло произойти. Тогда она шла как рядовая. Вот. То есть об учредительстве ее не было и речи. И во всяком случае, для чистоты, если она была учредителем одного из американского предприятия, без нее никак нельзя было. Николай Кузьмич, так все-таки вот возвращаюсь к вопросу. Вот что бы вы на нашем месте делали, если бы была такая ситуация, вы провели расследование и понимаете, что… Я бы, честно говоря, ничего не делал бы. Вовремя отказаться от несбыточных – это великое дело. Для завершения расследования не хватало какого-то железобетонного доказательства. По идее, таким доказательством могли быть показания Виктора Котельникова, генерального директора «Гефеста», который, по словам Таруты, подписал безвозмездную передачу долю «Гефеста» в «Азовимпексе» как следствие ВСД, «Азовинтексе», «Азовтрейде» и «Евростудии». Пришлось его поискать. Затем были встречи. Не очень он с большим энтузиазмом шел на диалог. Вот Тарутов на суде говорит, что мой юрист, имеется в виду «Азовымпексе», с юристом «Гефеста», решили и передали безвозмездную долю «Гефеста» по «Азовымпексе». Тарута глупо говорит. Юристы не могли решать такие вопросы. Это мог решать только генеральный директор. И только согласие участников. Потому что все, что касается безвозмездно кому-то чего-то отдать, у меня таких полномочий не было. И я помню этот случай. Юрист просто пиздит. Его надо привлекать за обман суда. И все. Виктор Алексеевич себя вел по-разному. В начале достаточно даже какой-то агрессии. Тем не менее, на одной встрече, когда прозвучали достаточно серьезные вопросы, он понял, что мы очень глубоко и серьезно разобрались в деталях о том, что Надежда Николаевна была акционером американской, американской компанией акционеров «Гефеста», и что, так как человек был убит, не могли какие-то проводиться законные отчуждения. Он, в общем-то, с этим согласился и, по сути, признал тот факт, что отчуждение долей манипуляций с собственностью «Гефеста» были незаконны. «Я имею в виду то, что уже сказано, что это незаконное действие, а следовать надо. Это присвоение. А если говорит вопрос, зачем я это делаю? Что у меня есть свидетельство? Потому что я, получается, сам хочу вся свидетельство, да? Я делал незаконное действие, да? У меня есть вопрос, зачем вы это делаете? Молодцы. Сумма слишком мелька. Есть вопрос? Хороший вопрос. Мы беседуем, как мне меня посадить даже. Ой, я не могу. Серк, дай мне только. Что значит, я же молодой человек был, 25-й след. Нет, мне было за 50. Я чудесно понимал, что я делаю. И говорить, что я не понимал, что... Ну, это глупо. Есть другой вариант. Сказать, что меня это заставили сделать. И это будет соответствовать действительности. Вот в чем фокус. А как только ты это скажешь, если люди заставили тебя это сделать, это уголок для людей. Для меня тоже, кстати, что-то подобное. Типа уголок. Надо еще посмотреть законодательство, посоветовать с адвокатами, как не быть. Потому что я могу ляпнуть и сам себя посадить на десяточку. Понимаешь, настаивать тебе. Скажите, я вот уже думаю, если все-таки попробовать интервью записать на... Нет, я на это никогда не пойду. У меня семья, внуки, понимаешь. Я не знаю реакцию... Ну что, я побегу, если... Хорошо, да, я... Николаевич, с 2013 года мы общались с огромным кругом людей. Изучили огромный объем материалов. Итог, если его так упростить, заключается в том, что Торуто владеет тем, что принадлежало нашей семье по праву. То есть это ИСД и другие компании. Ренат, в свою очередь, предъявил долг, которого не существовало. Есть факты, которые говорят о том, что это была тупая разводка. Вот. Результат которой... Ренат забрал Гефест, DCC. Вот. И Гефест, который через Азовымпекс владел ИСД, Индустриальный союза на Донбасс. И, в принципе, есть видение, как это сделать. Как бы ты поступил на нашем месте, на моем... Ну, в этой ситуации, я думаю, самое правильное, как бы, помимо того расследования, которое вы ведете, его необходимо, как бы, уже, наверное, выносить на общее обозрение. И я думаю, что нужно привлекать тех людей, которые замешаны в этом вопросе, привлекать именно к ответу и возобновлять это уголовное дело. Так этот вопрос нельзя оставлять. Только таким образом, как бы, все это запускать. Потому что все остальное, это такая, знаешь, опять возня-вознёй. Опять они возьмут какой-то тайм-аут, опять какой-то посовещаем и все остальное. А зная этих ребят, стартовый пистолет и все остальное, сам понимаешь, можно оказаться в ситуации, что не с кем будет разговаривать потом. С самого начала моего расследования, 2013 года, многие мне говорили, куда ты прешься, где ты, где они. Даже если у тебя будут какие-то факты, ты не сможешь это доказать, так как система. Но, слава Богу, было много и других людей, и есть точнее, которые говорили, что я на правильном пути, что я не должен оставлять этот вопрос открытым, разобраться и призывать к ответу. Юрий Николаевич Дедух утверждает, что нужно идти в правоохранительные органы и давать следствию новую волну. Но в силу того, что прокуратура сливает дела, то есть продает их, что общеизвестный факт. Есть определенные тоже сомнения на этот счет. Но, так или иначе, перед этим я хочу встретиться с Ахметовым, задать ему ряд вопросов, посмотреть ему в глаза. Ну и да поможет вам Бог. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok